Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня у нас с вами небольшая дегустация. Мы будем пробовать наши молодые красные вина. И поделюсь с вами своими впечатлениями, как они, скажем так, выглядят на сегодняшний день. Пару дней назад показывала вам эти затворы. Они были развернуты в обратную сторону. Мы сняли эти вина с осадка. Вот это одна бутыль, вот здесь вторая. А третью я просто закрыла уже обычной пробкой, потому что брожение идет на последних этапах. У меня не было нужной пробки под третью бутыль. Вот после снятия с осадка какое-то брожение еще идет. Очень медленно. Вполне вероятно, что это последняя стадия спиртового брожения. Ну и не исключено, что это уже началось яблочно-молочное. И несмотря на то, что эти вина еще совсем юные, совсем молодые. И я вам говорю, что нужно проявлять выдержку. Пробовать молодые вина можно. И даже нужно. Единственное, что нужно делать из этого всего, правильные выводы. Потому что молодое вино еще может быть не сбалансировано по кислоте. Оно может быть не сбалансировано по тонинам. И оно в принципе может быть еще не сбалансировано. Это вполне нормально. Тем не менее, они уже проявляют свой характер. Они уже показывают какие-то свои основные характеристики. Первый образец у меня это Зилга и Русский ранний. Обычно я делаю смесь Зилга, Русский ранний и Симоне. Но в этом году Симона, к сожалению, нет. На старом участке мы его убрали. Там кустик нам немножко мешал. А на новом участке еще он не начал плодоносить. Поэтому в этом сезоне без Симоне еще чуть-чуть образец мутноват слегка. Но мы его ставили самым последним. И вот большая бутыль я показывала. Она еще бродит. И на самом деле предполагаю, что это еще последняя стадия спустого брожения. Абсолютно нормально для этого времени. Если бы оно было с Симоне, то цвет бы был чуть поплотнее. Потому что Симоне, кажется, там белая мякоть. Но шкурка дает очень яркий, очень насыщенный цвет. Легкий запах свежего винограда. Именно вот такого вот Зилги. Можно характеризовать этот запах. И, кстати, вкус как легкий изобельный. Но на самом деле, понимаете, у изобелы он более жесткий. У Зилги он более мягкий, более тонкий. Ну, такой более ненавязчивый. Пока что образец такой очень легкий. Конечно, уже чувствуется спиртовая составляющая. Прям такая вот согревающая. Немножко есть легкая кислинка. И вот для этого образца пока что, что характерно, но для вот такой молодой стадии, это характерно, кстати, для очень многих вин, особенно красных. Ощущение как бы легкой разбавленности водой. Хотя на самом деле воды здесь никакой нету. Но через некоторое время это все уляжется. В принципе, вот этот образец к Новому году, как правило, уже можно пить. В общем-то, можно пить и сейчас. Чуть-чуть вот дождаться, пока брожение закончится. Потому что немножко есть газики покалывающие. И уже можно употреблять. Вино очень легкое, очень питкое. Такое приятное. Пробовали мы его и хранить. Вот сейчас у нас в подвале лежат еще пару бутылок урожая прошлого года. Правда, мы в прошлом году немножко применили улучшающие технологии. Видите, подогрева ягод. И надо сказать, что год прошел, и в принципе, вино как будто вчера. Ну, там, конечно, уже вся ароматика, кислотность. Все это пришло в гармонию. Но, тем не менее, вино такое очень свежее. И сохраняет свой вкус, свой цвет, свой аромат. Следующий образец. Это у нас Лондонуар и Ниэтуран. Темно-насыщенный цвет. Лондонуар у нас имеет окрашенную мякоть. Именно он дает такую окраску. Ниэтуран. Потамон и Ниэтуран, что у него мякоть белая. И сок тоже белый. Ну, получилось, почему я их вообще вдвоем смешала. Потому что они созрели в одно время. Соотношение примерно 50 на 50. Яркий запах. Яркий запах черники. Яркий запах еще каких-то черных ягод. То же самое прослеживается и во вкусе. И вкус, я бы сказала, достаточно тонинный. Вот для меня может быть тонинов и многовато. Но напомню, что вино молодое, поэтому оно может быть несбалансировано как по тониной части, как по кислотной и по много чего остального. Для юных вин это вполне нормально. Долгое приятное послевкусие остается. И вот пока с вами разговаривала, бокал у меня тут некоторое время постояли. Вот я еще поболтала. Вино подышало воздухом и те же тонины не стали мягче. Уже стало пить приятнее. И поэтому, если ваши молодые вины вам кажутся слишком терпкими, слишком тяжелыми, то просто используйте декантер. Залили, оно чуть-чуть постояло, воздухом подышало, все это смягчается. И вино приобретает совершенно другой вкус, совершенно другой вид и форму. Это, кстати, очень характерно для молодых вин. Точно так же хорошо, если нет декантера, использовать большие бокалы, наливать немного. Пару раз вот так вот поболтали, вино проэрировалось и смягчилось. Здесь я бы даже сказала, что все хорошо по кислоте. Вот в этом плане вино полностью гармоничное. Чуть-чуть вот есть этот дисбаланс с тонинами, но слишком молоденькое. Чуть-чуть постоять и пройдет. Кстати, вот этот вот черничный вкус, его дает Лондонуар. В прошлом году я стала немножко другую смесь. И там вот эта нотка во вкусе, аромате, она прослеживалась. В принципе, Лондонуар сорт очень ароматный в вине. И вполне нормально даже его немножко кем-то разбавить. И третий образец. Здесь у нас мукузани, ханка и мускат. Вау, тоже очень яркий, насыщенный цвет. Мукузани у нас краситель. Прям вот еще в этом бокале чуть больше налито. Прям вот такой чернильный-чернильный. Что интересно, переливали его буквально пару дней назад. И у него был какой-то такой странноватый запах. И, в принципе, тяжело было характеризовать. Какой-то как винный, как ягодный. И можно даже было сказать, что оно слабо чем пахнет. Ну вот сегодня прошло 3 или 4 дня. Сегодня я налила в бокал, понюхала. А запах очень яркий. Запах черной смородины, черно-смородиного листа. Такой очень выразительный. То же самое у нас и во вкусе прослеживаются эти смородиного тона. Остается очень длинное, такое конфетное послевкусие. Леденцовое. Это дает мускат блау. В прошлом году просто мы ставили отдельный галант. И там были похожие нотки. Мускат блау и галант. Они оба имеют мускатную ароматику. И они родственники. Поэтому очень легко отследить, кто виноват в таком вкусе, в таком аромате вина. Дальше. У нас здесь есть макузани. Макузани сорт достаточно кислотный. Тем более этот год у нас был не самый лучший. Соответственно, кислоты должно было быть много. Да, вино кисловато. Но эта кислота не резкая, не жгучая и абсолютно допустимая. При этом напомню, что вино совсем юное. Яблочно-молочное брожение еще не прошло. Винный камень еще не выпал. Поэтому, если у него на такой стадии такая, скажем так, небольшая кислота вполне приемлемая, то когда оно пройдет все этапы, которые ему положены, оно вообще будет приятное и сбалансированное. Также чувствуется и тонинная составляющая, но здесь она вот чуть мягче, чем там, где у нас ландонар. Подводя итог, что хочется сказать. Несмотря на то, что вино молодые, несмотря на то, что они совсем юные, они радуют своей ароматикой, они радуют своей гармонии. Опять же, несмотря на то, что у нас не самый лучший год был, более того, у нас был самый короткий вегетационный период. И напомню, что я вообще не балуюсь такими штуками, как вода. Я вообще считаю, что вода и вино – это вещи несовместимые. Не добавляя никаких раскислителей и всего прочего, по кислоте вина имеет прекрасный баланс. И это не в самый лучший год, не в самый лучший сезон. Если бы у нас сезон был получше, то даже вот в таком молодом юном виде их было бы вообще классно, приятно употреблять. Тем не менее, вот эти образцы при правильном сочетании с едой, чуть-чуть какая-то соленоватая пища, они будут казаться даже слегка сладковатыми. Вот в таком состоянии. Тем временем немножко постоять, сформироваться, все вот эти танины, все это округлиться, станет мягким, бархатистым. Ну и это будет вина, при употреблении которых мы, конечно, будем получать истинное удовольствие. Радует ароматика, радует в принципе и стабильность, предсказуемость, ну и то, в каком состоянии они находятся на сегодняшний день, на момент окончания брожения. Но дальше, конечно, посмотрим, как они покажут себя в динамике, обязательно вам покажу и расскажу. И еще раз вам напоминаю, что молодые вина пробовать можно, даже нужно, но не делать из этого воды. Если что-то там кислое, если что-то там где-то тяжеловатое, то вину просто надо время, чтобы прийти в нужную форму. Тем не менее, если у вас все время проблемы с кислотой, если вы все время льете воду и считаете, что без этого нельзя жить, подумайте над тем, чтобы сменить ваши сорта винограда на другие. Немножечко дать им ухода и вы получите прекрасные образцы, которые не потребуют никаких корректировок. Ну а на этом я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку, еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!